Дорогие друзья, всем огромный привет! Очень рада вас приветствовать! Сегодня готовим замечательное блюдо. Очень-очень вкусные картофельные пирожки. Нежное тесто, сочная, необычная начинка. Подойдёт не только в постный день. Для начала займёмся тестом. Для теста нам понадобится картофель, всего 500 граммов. Картофель чищу, нарезаю, заливаю водой и варю до полной готовности. В процессе варки нужно посолить. Приступим к начинке. Нам понадобится луковица, или одна большая, или две средние. Нарезаем небольшими кубиками. А морковь натираем на крупной тёрке. Я взяла две средние моркови. И переходим к плите. Сначала отправляем обжариваться лук. Обжариваем примерно 1-2 минутки. Затем добавим морковь. И будем жарить, помешивая, ещё минуты 3. А пока лук с морковью обжариваются, подготовим главный ингредиент в начинке. Это огурцы. Огурцы солёные, очень-очень вкусные. Начинка такая на канале уже есть. Пироги с такой начинкой. В комментариях очень много хороших, довольных отзывов. Начинка получается очень вкусная, сочная и необычная. Не сразу понятно, какие ингредиенты там присутствуют. После того, как огурцы натерли, их нужно отжать хорошенько от лишней жидкости. Теперь добавляем огурцы к луку и моркови. И будем помешивая жарить примерно минут 7. Я прикрою даже крышкой на небольшом огне, чтобы огурцы и лук с морковью протушились. Если вариант не постный, хорошо добавить кусочек сливочного масла. Картофель готов. Разминаем картофель в пюре с помощью толкушки. Добавим немножко растительного маслица, буквально столовую ложку. И ароматные специи. Я добавлю немножко чеснока и орегано. Ещё раз всё хорошенько перемешаем. Теперь добавим 5 столовых ложек крахмала. Можно взять кукурузный, можно взять картофельный. Я буду использовать кукурузный крахмал. 2 ложки с таким небольшим верхом. Это у нас будет постный вариант. И осталось всё хорошенько перемешать. Чтобы пирожки не прилипали, я тарелку смажу растительным маслом. И руки тоже смажу растительным маслом. Набираю немного картофельного пюре. Делаю лепёшечку. В центр побольше вкуснейшей начинки. Начинка действительно очень вкусная. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Очень необычная. Теперь аккуратненько защипываем краешки. Формируем такой колобочек. Потом расплющиваю вот в такой круглый пирожок. Выкладываю на тарелку смазанную маслом. Переходим к плите. Сейчас будем обжаривать наши пирожки. Или зразы. В общем, наши заготовки. Я буду жарить на новой сковороде. У меня новая вот такая красивая сковорода. Фирмы Талер. Тяжёленькая. С хорошим антипригарным покрытием. Ссылочку на эту сковородку и другую посуду из ролика я, как всегда, оставлю под видео в описании. По промокоду Алена можно получить 15% скидку. Переходите, посмотрите. На сковородку наливаем немного растительного масла. Она должна быть хорошо разогрета. И отправляем наши пирожки. Жарить будем на среднем огне до румяной аппетитной корочки. Необычайно вкусные пирожки получаются. Причём как в горячем, так и в холодном виде. Тесто нежное, картофельное. Сверху корочка. А внутри сочная, необычная начинка. Нашей семье кажется, что начинка чем-то напоминает грибы. Попробуйте приготовить. Я от всей души желаю вам приятного аппетита. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Пока-пока! Увидимся!